В заднем плане вы сейчас можете слышать голос подковыристого, за которым приехали санитары. Ему срочно нужно с ними поговорить, а я пока с вами побуду, дорогие друзья. Тем более я уже на Атлантиде, можно, значит, выдвигаться. Подковыристый, думаю, нас нагонит. Думаю, у него всё нормально с ориентированием на местности, в крайнем случае, скажем, координаты. И давайте, давайте, да, пойду я за Даней. В чате у нас тут выражаются плохими словами. Мы не будем обращать на это внимание. В Атлантиду, наверное, тоже стоит как-нибудь всё-таки целенаправленно съездить, потому что город, конечно, с богатой историей, и есть что здесь посмотреть. Фавдай координаты. Координаты чего тебе дать, Амфет? Город с богатой историей, я присутствовал на ивенте, когда его заливало фиола, и достаточно много раз здесь бывал в старые времена, когда Атлантида стояла голая и незалитая, а подковыристый, судя по всему, с нами. Да, да, это вы слышали грохот надеваемых мною наушников. Мы практически как манзарка Кригер наезжаем дико. Ты сейчас где? Я сейчас вот буквально-таки в метро, ещё еду, у меня... Нет, ещё не в метро, а в Атлантиду, у меня расчётное прибытие где-то минуты через две. Понятно. Так, ладно, давайте-ка лучше, друзья, я обращаюсь к компании, которая вокруг меня бегает. Я как центробежная сила такая, направленная на меня. Давайте встретим-таки подковыристого. Тем более, что осталось практически вот одна минута уже, я буду крайне скоро. Крайне-крайне скоро. А я пока расскажу, что Атлантида, по территории которой я сейчас перемещаюсь, мы, точнее, друзья, с вами сейчас перемещаемся, это город древний, один из древнейших городов на сервере. Город, который своим присутствием на сервере воплощает, в буквальном-таки смысле, мечту администрации сервера, а именно Фиолы, администрации в лице Фиолы, так стало сказать. Фиола очень давно высказывала намерение, не намерение, а точнее, желание увидеть на сервере подводный город, и поэтому всячески способствовала Атлантиде, заливала её аж два раза, но первый раз вышел неудачный, что-то там было не то, то ли с формой купола, то ли ещё что-то, и Атлантиду пришлось осушить. Вот, а второй раз её заливали буквально недавно, ну, как недавно, уже довольно-давно, осенью 2011-го, да, для меня это было как будто вчера, многие из вас ещё не играли в это время. Пронеслось буквально два дня, фактически. Да, я при этом присутствовал, но нужно сказать, что я веду такой образ этой жизни относительно отшельнический, и на тот момент в основном крупное общение это было Джайвер из Токрафта, и ребята замечательные из Лейксайда, то есть Гламар со товарищем. Ну вот, и, собственно, сейчас Атлантида переживает, наверное, можно выразиться, период своего развития, функционирует рынок Атлантиды, где достаточно большое количество торговых точек, не могу сказать, насколько они рентабельны, потому что я на этом рынке не торгую, знаю только, что отсюда начинал свой творческий путь небезызвестный Ченжетник со своими замечательными удочками. Вот, приехал, пока Вариснейн. Мало того, да, я приехал, мало того, тут же ещё Фиелла Шоп находится, не забывай. Да, именно, Фиелла Шоп был перенесён сюда, прямо с торговой площади Криперова. Так вот, мановением волшебства. Выдвигаемся за Даней и идём в Риверштейн. Такс, пройдём по дороге, по которой я уже прошёл. Ты можешь теперь свои впечатления. Я тут своё время погулял, было достаточно интересно. Для начала нужно было выбраться из метро, потому что выход из него пару раз переделывали. Это довольно странно было. Дорога из обсидиана, шикарно. Это олдскул. Да, да, такой хороший кондовый олдскул. Практически как вот от спауна. Там же метро рядом с ним, когда там не было ещё города для новичков, а был просто пустырь, наполовину заполненный снегом, наполовину заполненный овцами и жёлтыми цветами. Вот рядом с лесом нубов. Была такая же там длиннющая дорога от метро. А вот тем временем мы входим в город. Что это за город? Это, если не ошибаюсь, уже, собственно говоря, город, где мы должны быть. Сейчас я на секундочку сделаю настройки дальность увеличу, потому что я играю на минимальной дальности и не вижу дальше, собственно, носа. Да, действительно увеличил дальность. Теперь я точно вижу, что мы в Риверштейне. Друзья, можно начинать нашу экскурсию. Прямо вот с этих домов. По левую руку, между прочим, от нас, обрати внимание, сейчас вот эта деревянная постройка с каменным фундаментом, если не ошибаюсь, это монастырь Брайана Осборна. Да, я ведь не ошибаюсь. Надо его обижать со стороны. Такая, да, действительно, это монастырь Брайана Осборна, который в свое время побывал и храмом Дестра, что можно увидеть по лазуритовому кристаллу в главном дворике. И был перепродан уже несколько раз, и я даже не знаю, что здесь сейчас. Как тебе архитектура этого? Архитектура замечательная, хотя чем-то она мне напоминает классические замки. Вот времен, наверное, 19-го, 18-го века, когда их строили, потому что примерно тогда появилась традиция делать большие сквозные проходы. Ну, такие замки строили на торговых дорогах, где проезжали огромное количество караванов, и чтобы им не разъезжаться внутри замка, не разворачиваться сквозь замок. Чтобы их не грабили. Ну да, чтобы их не грабили, чтобы на них не набегали. Дорога проходила сквозь замок, насквозь. А еще мне чем-то напоминает даже Лондонский Тауэр, наверное, в котором долгое время находилась небезызвестная тюрьма, где сидели политические заключенные всякие разные. Точно. Ну и плюс для таких внутренних двориков характерны еще тренировочные площадки для солдат. Здесь можно сказать, что такой плац можно организовать, где марширует охрана замка. И действительно, классическая архитектура достигается за счет использования таких материалов, как дерево-камень в основе, то есть в фундаменте каменные кирпичи, обожженный камень, а крыша выполнена из коблстоуна, из булыжника. Если у вас хроническое неприятие этого материала, пожалуйста, не заходите в этот замок. Но для людей, которые понимают, что важен не материал, а его умелое использование, я думаю, это все вполне себе приемлемо. Конечно. Даже из коблы можно строить замечательное здание. Мы видели там у примера на ГК. Собственно, это здание, я как раз-таки познакомился с Брайаном Осборном, когда он только-только достраивал этот монастырь, и он попросил у меня дать ему мою книгу для библиотеки этого монастыря, но, насколько я знаю, библиотека здесь так и не появилась в итоге, увы. Ну вот здесь она есть небольшая, я смотрю, чем-то это смахивает, наверное, на камеру хранения. Ты мне прямо сейчас пробежал вот эти вот несколько шкафчиков, вполне может быть, что это и есть библиотека. Правда, я тут пока не вижу ни одной книжки, но я думаю, это дело времени. Или, может быть, коллекция настолько интересная или настолько личная, что ее пока не хотят показывать. Ну да, а, все, я нашел. Здание наполнено узкими коридорчиками, маленькими комнатушками, и по нему, на самом деле, достаточно сложно перемещаться осознанно, то есть тяжело понять, куда ты бежишь, потому что все коридоры друг с другом пересекаются, очень много каких-то келей, да, келей, 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 правильно. Келей, келей, ну, потому что женского рода, да, естественно. Вот, кстати говоря, я прямо сейчас нахожусь в комнате с кельями, она выполнена максимально просто, из досок, сами кельи размером 2 на 4, это ужасно, я бы не смог жить в таком помещении. Да, я вот в помещении с печками оказался, наверное, это кухня. Ты знаешь, я думаю, что, ну да, судя по столам и стульям, это действительно кухня. Мне кажется, что людей, которые находятся в этом помещении, просто ведет великий кристалл по тропкам, по вот этим вот узеньким, по ступенькам, и у них нет каких-либо проблем с перемещением, но для этого, наверное... Потому что, да, согласно просто легенде этих самых приверженцев Дестра, кристалл обладает некими магнетическими особенностями, поскольку он якобы висит в воздухе, да, это его главная особенность, и, соответственно, видимо, он как-то с помощью некоего магнитного поля направляет людей по коридорам. Все любят великий гипнокристалл. Точно, друзья, давайте выберемся во внутренний дворик, все соберемся и пойдем дальше за Даней. Я ему доверяю в плане экскурсии. Даня, насколько я знаю, один из старейших жителей Риверштейна. Ты знаешь, пап, я нашел библиотеку с книжкой даже. И какая там книжка? Вот здесь две лежат книги, здесь одна алмазная книга 3006, летопись 1, серые стражи. Да, а вторая книжка, книга 3000, день последнего Крипера. О, а вот и моя нашлась. Очень мило. Замечательно, тут даже есть скамеечка, где можно посидеть это все почитать. Ну, замечательно. Только жалко, что там книга, конечно, не отредактирована. Она еще была написана до введения нового шрифта, поэтому там, скорее всего, все слова поехали. Ну, в любом случае, так вот, я не договорил Даня, если вы не знаете, это главный пиар-менеджер магазина Шопен. Вот, и он же, насколько я понимаю, главный помощник Бурта, который является мэром города Риверштейн. Куда же мы пойдем дальше? Даня, пожалуйста, выпростой руки из лозы и веди нас. Веди нас, Сусанин, веди нас, герой. Уже нет же, ну, это уже, я не знаю. Давай, вперед, подковыристый с эхом, такой эпичный, будто голос из прошлого. Да, рождественский призрак прошлого и рождественский призрак настоящего. Страшно посмотреть на призрак будущего. Мы снова выходим на улочке Риверштейна. Что ты можешь о них сказать? Прекрасное. Мне нравится сочетание, как сказать-то, полутонов и разности форм в оформлении. То есть, вот, когда сочетается серый, светло-серый, темно-серый. И плюс у нас такое количество замечательных всяких блоков, решетки вот есть. Есть белый камень, есть просто кирпичный, как сказать, каменная плитка. Они вместе очень хорошо сочетаются, и при этом, как сказать, они выглядят монотонно. Прямо сейчас мы пересекаем зону распродажи Шопена. Я в свое время здесь продал что-то типа 250 яиц за один кровокамень. Была такая здесь услуга. Не знаю, есть ли еще. По левую руку проходим самое эпичное здание Риверштейна. Это отель. Но, если не ошибаюсь, мы движемся к арке. Не помню, как это же называется. Наверное, это не просто отель. Это отель! Это отелище, я бы даже сказал. И мы приближаемся к арке. Как же ее официальное название? Быстренько надо прочитать табличку. Есть ли у нее, собственно, название в этой арке? Будем назвать ее Триумфальная арка. Чего уж там. И внутри арки расположены таблички, на которых запечатлены навечно имена выдающихся жителей Риверштейна. Именно. Тут еще находится, надо сказать, Вечный Огонь основателем города Риверштейна, по которому ты сейчас прыгал. Да, это замечательно. Я так думаю, что... Не могу не попрыгать по Вечному Огню, просто меня тянет туда сразу. Видимо, это Триумфальная арка Риверштейна. Вот так. И с этой аркой связана довольно интересная история. Не знаю, знаешь ли ты или нет, но... Несмотря на то, что ее возвел Брайан Осборн, проект этой арки это не проект Брайана Осборна. Проект этот он слямзил с сайта planetminecraft.com. И оригинальный проект был красивее, чем получившийся, поскольку в оригинале, на оригинальных скриншотах, арка была представлена в текстурпаке, который делал очень красивыми песчаник и коблу. А как раз таки в стандартном текстурпаке можно увидеть, как кобла и песчаник, мягко говоря, не сочетаются между собой. А кто идет эфира, говорю в радио, подковыристый, это не я. Это я. Именно. Я у тебя отобрал шутку только что. Ты знаешь, что мы уже много раз говорили о том, что, ребята, если вы хотите что-нибудь построить, выключайте текстурпак. Все, что я вам могу сказать. Потому что не обманывайте себя и других людей. Без текстурпак оно выглядит так, вот как оно выглядит. Ты знаешь, я вот сейчас смотрю с этой стороны на центральную арку, и когда-то была такая игрушка Galaxy Invaders. Конечно. Вот, и в центре из коблы, в профиль, как будто бы монстрик из этой игры. Очень похоже. Да-да-да, что-то есть такое. Ты мне напомнила одну вещь. Просто исторически одно время на GreenCubes, где-то в марте, может быть, 2011 года, то есть вообще в бородатейшие времена, сложилось своего рода мнение, что текстурпак это очень...